что такое мастерская мечты что такое вообще мечта это когда ты приходишь на работу с радостью и уходишь с не с радостью когда у тебя есть хороший дом хорошая семья у меня сын поступил в этом году в институт родилась дочка все как бы хорошо работе все тоже прекрасно мастерская у меня уже лет 10 чем мы тут занимаемся мы сначала занимались тут автозвуком готовили автомобили на соревнования они занимали первые места на финалах россии финалах украины финалах европы много чемпионских машин потом занимались гонками тоже много интересных быстрых машин последнее время я занимаюсь реставрацией классических спортивных автомобилей изготовлением тюнинговых запчастей переходных плит и так далее ну давайте я расскажу как начинается мой день покажу вам свою мастерскую я прихожу открываю дверь пойдем рассказывать вот тут это моя мастерская открываю дверь захожу вовнутрь что у меня тут есть интересного у меня тут большой фрезер он модернизирован мною на нем я изготавливаю переходные плиты всякие силовой крепеж там на тормоза переходные там доработки все какие-то приспособы изготавливаются ночью очень хороший станок его покупал новым с хранения токарный станок школьный для мелких деталей в прецизионных он был полностью вышибрин восстановлен имел точность две сотки на 200 миллиметров школьный фрезер маленький под модернизацию был аргонно-дуговая сварка вот тут у меня слесарка стол всякие тиски и тут напильники висят тут ключи головки еще один стол тут много инструмента различного болты приспособления тут у меня хранятся запчасти для текущих проектов вот двигатель на porsche делал делали его целый год искали по крупицам собирали по всей европе что-то с америки что-то с и bf полностью от капитален оригинальными запчастями восстановлен тут вот у z на сборке вот что тут у меня тоже хранятся запчасти различные вот ну что тут дальше дальше тут у меня тут у меня кабинет в котором я тут у меня компьютеры стоят профессиональные мониторы neck i7 все сама мощная для проектирования изготовления деталей расчета прочности там изготовлен написание программ для чипу тут у меня стенд с коллекции магнитол там кубков всяких интересностей тут у меня коллекция документации виниловый проигрыватель как бы хорошая музыка помогает в работе тут вот ламповые усилители просто усилители короче тут много всего интересного у меня находится от турбовый узет он собирался это проект на 700 сил вот кованые шатуны много всякой ноутбуки диагностическое оборудование здесь вот у меня так тут ребят гордость моей мастерской тут у меня чипу фрезер сделанной мной из блоков цилиндров с полем 400 на 300 и высота 300 на нем изготавливаются переходные плиты прецизионные детали дорабатываются головки блока поршня дорабатываются ну всякая тюнячка изготавливается здесь здесь у меня стеллажи с прецизионным инструментом измериловкой микрометрами вот видно микрометры у меня лежат вот это хаймер такая головка центроискателя за 56 тысяч рублей штангенциркуль электронный нутромер микрометры прецизионные при державке для фрез ну тут вот станок все патроны токарные ну короче всякое оборудование необходимое для изготовления компьютеры тут были короче все вот тут у меня был дом здесь жил отец но здесь я провел все свое детство тут вот тюнячка у нас лежит шатуны на его вайсика махли ну короче тут всякое разное ну что я вам скажу мастерская делалась 10 лет даже больше 2008 году я начало строительство 2010 уже как бы тут работали вовсю собиралась искалась по крупицам со всей страны где-то что-то интересное вот турбины от porsche 911 лежат 993 до 993 вот тут блоки с gz это вот новый школьник вообще ни разу не запускался станок я его купил он был в консервации ни разу даже его не включил и поработал на нем вот тут тут еще у z-кран сделанный мною для ремонта subaru имеет очень низкий профиль удобно было снимать двигатель subaru системники всякие сервера тут много всего тут интересного короче вчера в десять часов две минуты мне позвонил сосед что у меня над мастерской идет дым 1003 я звоню отцу отец был на кухне он не знал что случился пожар выскакивает его облизала огнем загорелись волосы но слава богу он успел их потушить 1004 вызываем через 1005 звоню матери мать выбегает горит весь дом в огне просто пылает я сажусь в porsche мчу сюда 25 километров и проехал за 12 минут не мысли были только об отце ну слава богу он остался жив чуть-чуть обгорел но как бы все лечится вот но когда я приехал сюда ну мастерская крыша была еще целая стены тоже пламя ну как бы шуровала там местами пожарка уже заливала тушили они пламя не могли сбить целый час гараже ну я не хранил там ничего горючего все горючее хранилось вот здесь в отдельных бочках там бензин отработка ничего не хранилось мастерской я боялся огня сказать что сгорела электрика это тоже бред потому что после пожара в альфарде в январе этого года я переделал всю электрику восстан все поставил дублирующие преды понизил их ток как бы на каждую линию был свой пред вот поэтому узо заземления как бы подходил к этому щепетильно поэтому сгора не загорание электрики исключено тем более друг говорит когда выходили вчера вечером мы обесточили всю силовуху он это сам видел не мог я это забыть вот по записи по камерам дом объяла пламя за две минуты вряд ли это было замыкание электропроводки тем более чтобы так все расплавилась расплавились диски расплавились блоки это был поджог на улице стояла канистра 20 литровая с бензином и и нет куда она делась неизвестно также нет канистр с отработкой вот видимо они там и горели но вот что будет дальше не знаю попытаюсь спасти станки вот есть шанс что как бы их еще можно восстановить там что-то от капиталить вот попробуем как бы мастерская интересная была это дело всей моей жизни дальше будет видно что вот постараюсь все это восстановить себя на канале буду показывать как это восстановление происходит может кому будет интересно хотите следите подписывайтесь тоже на ю тубе на канал в инстаграм да это был бизнес мой это был как сказать я работал не только в белгороде это по всей россии изготавливал переходные плиты комплекты на суппорта ну много всякой тюнячки дорабатывал поршня много людей как бы сейчас мне звонят что-то надо сделать сделать уже будет не на чем но вот это потери не только как бы мне это потеря ну многих людей кто занимается тюнингом занимается интересными такими проектами машинами ну в общем как бы на самом деле это все очень страшно ребят и как бы я всегда боялся пожара но когда его перевозишь сам это просто катастрофа как бы в 2005 году у меня тоже было чипы у меня обокрали гараж вынесли все подчистую как это было страшно ну тогда в тот момент я тоже не знал что делать но по сравнению с этим это это вообще мелочи что сейчас будем разбирать завалы если кто-то что-то поможет чем-то инструментом какими-то запчастями деньгами и всему буду рад всем буду очень благодарен как-то вот так вот и же клиентская да какой-то был да тут вот восстановлена этот porsche мотор мы его восстанавливали целый год он уже был готов к установке на днях его надо было ставить два узета тоже было клиентских как бы они тоже практически были готовы через неделю-две их надо было отправлять по городам теперь придется как-то это компенсировать людям те потери клиентские но в районе полумиллиона рублей так вот общий но общий думаю в районе трех-четырех миллионов ущерб с учетом сгоревшего дома а дом полностью сгорел да здесь отец жил до дом сгорел полностью здесь жил отец теперь будем что-то думать что делать знаю как бы есть сиску и мышь приезжали еще даже пижо мой старый да да делали твой пижо делали костика присухи на копейку которая гоняла много на слаломах на грунтовых ралли ну как бы много интересных машин сейчас паша расскажет как тут делали сколько ништяков сгорело пионер 99 усилители ламповые да там была большая коллекция магнитол раритетных там были clarion 92 55 denon z1 sony 910 короче все то что был пионер там 99 900 пионер да много было в коллекции там усилки denon накомичи там динамики focal динамики telefunken 48 года много коллекционных вещей которые как бы ну их не найдешь их просто нету вот как бы все это утрачено это уже не вернуть об этом осталась только память сейчас вспоминаю тут же тут грубо говоря я первые такие серьезные шаги в автозвуке делал здесь готовили к чемпионству россии четверку ноту что арбари тоже по знаку делали аку чемпионскую да тут наверное по пальцам одной руки пересчитать не по машины которые стали чемпионами россии именно да не получится запорожец это же наших последних видосах фигурировал гараж до лежали снимать делали да много всего интересного делалось для не только белгорода для многих городов нашей страны там контингент клиентов от мурманска до норильска как бы присылали с разных городов все делать и юг россии везде ну вот много что все это конечно на мотоциклы да были в него отходы кладрики вопрос становится выживанием да все очень тяжело как бы ладно бы мастерская но еще надо же отдать деньги людям которые ну так сказать они не виноваты что сгорела их техника ну так сказать я не хочу бросать какие-то обязательства свои кидать людей то есть я не такой человек поэтому надо что-то как-то с этим вопросом решать может кто что как поможет какими-то ну не знаю копейками как-то компенсировать чтобы это все решить ближайшее так сказать время но сейчас спустя сутки я так понимаю ты вчера уже там был шоке конечно ты уже все-таки ну будешь восстанавливать да буду восстанавливать понятно что в зиму это нереально что-то сейчас восстановить времени очень мало думаю весной начать новую стройку делать новый цех вот пока что есть старый гараж в котором мы раньше тоже готовили автозвуковые проекты до строительства вот этой мастерской пока перевезу сохранившиеся в пожаре туда там вчера часть инструмента собрали облили маслом чтобы это хоть не сгнило станки облили масло вот сегодня будем их вывозить туда пытаться их там спасти ну потому что все же жалко это железо его как бы осталось очень мало в основном на уходит на металлолом три дня назад у меня отравили собак которые здесь бегали по территории одна собака умерла вторая лежит при смерти до сих пор что с ней будет дальше я не знаю то есть она уже не лаял собаки были злые такие сейчас если прорабатывать идею что это был поджог здесь был человек который получил просто травмы и невыгодно будет в любом случае но никому наверное это мы должны это понимать посмотрим поищем записи с камер наблюдения вроде как бы есть что-то ум смотреть я как бы надежды на наши правоохранительные органы мне нет я на них не надеюсь только на свои помощь из себя друзей не чувствуешь себя защищенным со стороны государства нет только моторы видно полки жесть вот так вот да у тебя все есть сегодня ты уверен что завтра все будет хорошо она раз у тебя уже ничего нету тоже по такому принципу живу пару раз жизни уже оказывался мне в таких ситуациях но тяжелых поэтому никогда не загадывайте что завтра все будет не зазнавайтесь ни в коем случае нужно просто осознавать что никто ни от чего не застрахован и я хотел бы возможно может быть я хотел бы попросить вас помочь марку я думаю что для нас это будет не сложно если мы объявим просто какую-то помощь кто чем может инструментом деньгами не знаю оснастка я думаю что люди нас тоже смотрят технически грамотные кто занимается может подобным все оценивают что это очень сложный сложный случай просто нужно помочь тем более марка знает весь наш город область россия знает не скажу что он там каких-то врагов имел все его знали всегда уважали его техническую грамотность его подход поэтому я считаю что давайте ребят в этой ситуации я считаю что нужно помочь кто-то пытался помочь мне в том что еще и душе и и и и и и и и и Продолжение следует...